Привет, друзья! На Кубани в середине апреля у нас набирает цвет малина. Может быть, в этом году добьемся урожая. Пока что неудача у нас с малиной. Всё, она чахнет. Вот там плантация новой смородины. Из черенков мы выросли сами. Кустики прижились, много их. Так, черешня. Черешня пока маленькая. Не ждём от неё урожай. Колоновидные сливы уже отсвели у нас. Вот они отсвели. Похоже, будет урожай. Они уже и в прошлом году давали им. В прошлом году год всего был. Груша тоже в прошлом году годовалая. Несколько штук дала нам. урожайность. А нынче побольше. А вот это что такое? Вот это что, опять болезнь какая-то? Что это за краснота? Ай, надо изучать. Похоже, голубое опрыскивание медным купоросом не помогло. Единственное дерево, которое нам досталось от предыдущих хозяев, это вот вишня, вот эта огромная. Цветёт. На ней всегда богатый урожай. Не съедаем мы её. Вот у соседей видно цветочки. Видно, это что у них тут? Крыжовника, по-моему, плантация. Тюльпаны цветают. Вот смородина тоже соседская. Это местная такая, местная, жёлтая. А вот наша Калина Бульданыш набирает цвет. Цвет. Дима занят посадочными работами. Вот о чём хотела сказать, друзья. Недавно были мы у красноярцев, переехавших на Кубань жить, и увидели, какие они сделали грядки, и ужаснулась я, потому что грядки они сделали сибирские, то есть поднятые над землёй. Поднятые над землёй. Зачем их в Сибири поднимают над землёй? Для того, чтобы грунтовые воды были подальше, а солнце поближе. Здесь же проблема другая. Здесь засуха. Здесь нужно, чтобы грядки были вровень с землёй. Вот клубника у меня растёт прямо на земле. Видите, вровень с землёй. Вот здесь посажена уже взошла морковка. Видите, даже углубленные бороздки сидит в углубленных бороздках. Морковка, чеснок точно так же. Всё вровень с землёй. Побольше будет воды, возможно. Вот Дима делает скопал. Причём второй раз скопал осенью, или зимой он копал. Сейчас второй раз скопал. Видите, земля серая. Камней полно. И он делает бороздки, чтобы сажать лук, сивок. Посмотрим, когда нынче созреет клубника. Два года подряд мы начинали собирать урожай 1 мая. На третий год, это была прошлая весна, задержался урожай клубники ровно на две недели. А в статьях местных агрономов я читала, что погода изменилась на Кубани. В каком плане? На месяц примерно они наблюдают запаздывание весны. Персик цветёт у нас. И примерно на месяц продлевается тёплая осень. Так, тут под укровным материалом взошла картошка. Вот у нас картошка взошла. Вот тут. Вот она. Вот она, картошечка всходит. А в Сибири ещё и не сажали. Мы её не укрываем, конечно. Это укровной материал снят с клубники. Клубнику на ночь закрываем, потому что вот сегодня было плюс 6 ночью. Вчера и позавчера где-то 11 градусов. Холодно ещё. Вот теперь эти бороздочки проливаем водой с фитоспорином. И будем сажать замоченный на двое суток лук. Ну, знаете, да, что лук от болезни и профилактику надо делать, замачивая его в соли. Поваренная соль. Столовая ложка на литр воды. Часа на два, на три. И в марганцовке ещё. То же самое. В таком, ну, ярком растворе. На два, на три часа. Лучше в горячей воде, чтобы прогреть его. А если вода не горячая, обычная, то вообще суток двое можно его вымачивать. Какая красивая смородина, вся жёлтая. Вот такое небо голубое. Но прохладно сегодня. Пятнадцать. И сильнейший ветер. Но деревья все цветут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok